92 выпуск на носу, а это значит, что у нас опять сейчас будет небольшой, я надеюсь, что небольшой, да, обзор состояния аниме в соответствующем 1992 году. Алекс у нас последнее время стабильно в каждый выпуск выбирает какую-то вещь, связанную с годом, который завязан с номером нашего порядкового выпуска. И сейчас у нас 92 выпуск, соответственно, будет 92 год, и вот Алекс сначала расскажет о том, что вообще аниме представляло собой в 92 году, а потом у него будет обзор произведений из, собственно, 92 года. Умолкаю, ставлю нужный титр, и вперед, Алекс Лапшин и состояние аниме в 92 году. Я уже тут накопал на несколько сезонов наших выпусков необычных аниме, которые были. В общем, 92 год, он же был, в общем, несмотря на весь кризис, который тогда тряс Японию нещадно, потому что у них экономический кризис, когда у нас лопнул пузырь, и вся эта экономика, основанная на недвижимости, на вкладах денег, недвижимости и прочее, сильно посыпалась. Не будем про подробность сейчас. Примерно тогда же у нас был кризис с этим. В книге огромная написана про крах экономики пузыря японской, да, мы можем что-нибудь залинковать в описании. Мне из-за того, что я этой темой интересовался, мне YouTube все время подбрасывает какие-то лекции на эту тему на YouTube иностранные, наши, все время что-то отсыплется. Там есть интересные вещи, но не об этом, давайте. Но при этом, как часто бывает в кризисные годы, для аниме был год очень хороший, прямо вот реально хороший год для аниме. То есть, несмотря на этот кризис в экономике, аниматоры работали как не в себя. Инерция, инерция, индустрия, она работает с большим... Либо в тяжелые годы зрелищ хочется побольше. Может быть. И народ понимает, что почивать на лаврах не приходится, и надо пахать, чтобы выжить. Причем длинные сериалы стали еще длиннее. Был такой вот Cooking Papa, допустим, вот он 151 серия вообще был. Чудесная игра Cooking Mama на нинтендовских консолях. Это Cooking Papa. Наверное, не очень связано, да. Потом, что у нас там было еще в этот год? Почти исчезли фэнтези-роботы, которыми случился кризис перенасыщения предыдущих годов. Хотя был, конечно, Genesis Survivor Гоярд неплохой очень. И жестокая митика почти. Гоярд его проще называть, потому что Ге-эрд не выговоришь. Ну, короче, да, я каждый раз плаваю с ним. Земля геев или геев. Гаев, да. И Гея, и Гея, и Гея, и Гея, и Гея. И Земля, да. То есть два названия планеты в одно вслепили. Шестокая мистик тоже почти исчезла. Типа какой-то там вот этот Викет Сиэти, помнишь, вот эти все знаменитые. Но, тем не менее... А, кстати, пишут, что ссылки на толстые книги в описании, это было бы здорово. Учтем. У нас не запонят ссылки на жестокость повышенную. Нет, мы же про экономику. Да, тем более, это еще более жестоко. Так вот, жестокая мистика почти пропала, но не совсем. Был, например, Джолкер Марджинал Сити был такой вот, была такая Вашка, например. Такая довольно странная, детективная, скорее. И похожие тоже попадались, но в целом много чего началось интересного из сериалов, потому что начался показ, допустим, Крэйон Шин Чан. Я думал, ты скажешь Сэйлэр Мун, но ты начал... Нет, с Козырей, значит. Да, с Козырей зашел, а он раньше начался, потому что он в сезон раньше пошел, чем у Сэйлэр Мун в этот год. Яси Талусу из сериала пошел и продолжается до сих пор. Уже давно перевалило за тысячу экземпляров. Я же говорю, индустрия инверционная. Как разогнались, так и не останавливаются. Настолько инверционная, что 23 сентября этого года, то есть месяц назад, был 1200 эпизод у них, примерно. Так что вот, несмотря на, кстати, на трагическую гибель автора в 2010 году, он упал со скалы на прогулке, но его команда Ю-Вай-Тим, то есть это Йоси Талусу, по инициалам его, они прям подхватили сюжет и продолжают манго выпускать. То есть автор умер, но дело его живет. А потом, что у нас еще в этом году было? Как с Голго-13, кстати. Похожая история. Подхватили и работают. Не только он, по-моему, еще что-то было недавно. Были прикольные авашки К.О. Сентури Бист. Про то, как земля развалилась по экватору на две части. Нокаутический вековой зверь. Да, 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 нокаутический. Да, земля развалилась по экватору на две части. Верхняя и Северная остались на орбите летать, а Южная и Нижняя отправились куда-то в космос с другой измерения. И вот это там совершенно безумные авашки такие есть. Турацкие прикольные, но, может быть, когда-нибудь обозреем, потому что на них есть что посмотреть как раз из необычных вещей. Самый загадочный фильм 92-го года – это Цубаки Щоджо, девочка-камелия. Суихиру Маруо. Ну, конечно, это же у нас манга издана, в общем, по этому делу. Да, да. Шоу уродов господина Араси она у нас называлась. Да. Просто как получилось? Суихиру Маруо, автор манги, она жутко это, как бы сказать, это… Жанр называется эрогуро. Эрогуро, да, эротический гротеск. Да, да. То есть гротеск в смысле, что это там и расчлененка, мясо, и все такое. Да. Он же не нашел команду аниматоров на свое аниме, чтобы сделать по своей манге, и рисовал сам. То есть западное название у этого аниме обычно «Мидори». И причем он много лет его показывал только на спецпоказах, то есть оформленных как цирк уродов. То есть такой балаган. Полиция не забрала. Да, да, да. Он же как раз вот тяготеет ко всей этой эрогуро-эстетике, которая очень завязана на 20-х годах, 20-го века. Оно прям стилизовано все под вот эти страшные журнальчики всякие. Да, и в результате только через два года в Японии выпустили сильно цензуренную версию. И только тогда и дали рейтинг. Сейчас он есть на 9 в первоначальном виде. По-моему, вначале во Франции вышел, потом уже. И, кстати, в 2016 году вышел даже художественный фильм по мотивам. Вот так он выглядел. Но манго-то у нас выходило, короче. Да, фабрика комиксов, они умеют выбрать. Ну, они вообще Мару издают целенаправленно. У нас на русском языке Сухиро Мару издан лучше, чем, может быть, где-либо еще во многих странах. Причем в запечатанных книжках, я так понимаю. Ну, они 18+, как правило, все. Ну, потому что жесткие, да. Потом, то есть он практически в 5000 или сколько там рисунков в одно лицо сделал. Ну, маньяк. Свои аниме. Причем он прямо в слухи ходит, что какое-то легендарное, жуткое аниме. Оно действительно очень неприятное, в общем-то, получилось. Ну, оно такое, оно отвратительно-притягательное. Ну, собственно, как вся эта эстетика. Про весь жанр, да, да, весь такой. Так что вот самый загадочный аниме этого года, наверное, вот так, после его много лет. Настоящий анимешный просто декаданс. То есть аниме можно было смотреть только в Театре Уродов. Поэтому это про Театр Уродов. Дальше. Это мы, не, не, это самое, мы осуждаем такие названия, но просто это как бы историческое название вот этих балаганов, да, так они назывались. Да, 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 тут в чем-то явно эстетика 20-х такая. Но история очень, очень какая-то. Да, да, ну это буквально, не ходи, девочка, в цирк, там тебя заберут, и будешь ты там в цирке работать. В общем, для людей впечатлительных просто крайне не рекомендую. Потом спать не будете. Также еще 3 июня 92-го года вышла изумительная вашка Spirit of Wonder. Кольцо мисс Чайны. Дух чудес. Чайна Сану Нойюлсу, да. Замечательного Кензи Цуруты. Еще одна манга, которая прекрасно издана альтграфом в России. Кстати, да. Это же, да, это вторая его манга, кстати, которую он вообще нарисовал. Это был первый момент славы, вот этот Spirit of Wonder. Цуруты мы вообще очень любим. Мне все время кажется, что он гораздо моложе, чем на самом деле. Посмотрел, сколько ему лет. Что он с 80-го года рисует, там вообще это поразительно. Я помню эту овашку еще давно когда-то увидел, еще чуть-чуть не в 90-х. И она меня прямо поразила до глубины души, потому что она реально действительно очень... Дух чудес там прямо есть. Вот это прямо Цурута-Цурута. Ну это такой... Рекомендую. Это Эйчи Жюльверн. Как его еще назвать? Ну да. Ну, в принципе, на этом поле еще потоптались в свое время Гайнак с Надей. Туда же немножко, да. Ну, в принципе, да. Ну, Цурута с Хидокиано вообще хорошо знакомы. И, например, вот у нас то, что Альграф выпускал сборник, научно-фантастическое... Ну, что там, досье, эссе или как-то вот... Ну, ранее Манго Цурута, там же предисловие писал Хидокиано. Коротенькое и такое смешное, дурацкое, но тем не менее... Но тем не менее, да. Осветил, так сказать, своим присутствием. Что еще было? Был полнометражный фильм, который... Научно-фантастическое ассорти называлось книжка. У нас есть отдельное видео про нее. Точно, точно, точно. Полнометражный фильм тот-то и назывался. У нас на кассетах пиратских еще он выходил под названием «Секрет котика». «Татошка» как-нибудь. Не-не, «Секрет котика» он издавал. Некоторые даже, я знаю, люди есть, у которых это первое аниме в жизни. Причем они даже не знали, что это аниме, в общем-то. Вот так. Ну, вообще, сейчас пишут «Тайна тюленя», конечно, более правильно. Потому что «Секрет котика» — это как-то сложно, потому что тут реально тюлей. Но «Морской котик» в смысле. По поясе, кстати, итальянского писателя... Некрореалиста. Нет-нет-нет, нормально. Джанни Падуан — это итальянский писатель. Картинки кажутся немножко знакомыми у той, потому что это Харухико Микемото. Ганбастер, Мегазон, Макрос — это вот все. Была еще даже экранизация. Вернее, как, была экранизация, была версия для PlayStation этой вещи. И она была обучающая английскому языку. Поэтому все японцы прекрасно знают английский язык. Из того поколения. Да, да. И все умеют общаться с котиками. Что еще, в общем? То есть у нас эта вещь, как ни странно, вот проскочил каким-то образом наш рынок, уж неизвестно откуда, но пиратский счет отдает. Это привез кто-то просто в чемодан кассету. Ну, короче, ее переводили, она на горбушках везде на дописках была. Это я помню. У меня где-то есть серки. Я думаю, у меня и найдется еще эта кассета с надпись «Секрет котика» в виде дописки. Так что вот знаковый для наших, как ни странно, зрителей тадашних фильм получился. Еще одна тадашняя знаковая, но уже для японцев вещь. Это назывался «Хачири Мэлос». Мэрос. Беги, Мэлос. Знаменитого японского писателя Осаму Дадзайя. Дадзайя — это. Это, кстати, третья аниме-экранизация только. Третья уже. Потому что первая была в 79-м году, вторая — в 81-м, третья — в 92-м. Вот как раз. А еще есть песня у бывшей вокалистки Вэнсдэй Кампанелла про Мэлоса. Да, потому что там вообще упоминания просто повсюду, потому что она у них в школьных учебниках. Это есть вещь, это такая притча. По мотивам, кстати, другого автора совершенно тоже Дадзайя написал. И даже на родине автора есть поезд. «Хачири Мэлос», «Беги, Мэлос» называется, да. И, кстати, графика опять, кажется, чуточку знакомой, потому что над фильмом работал Сатоси Кон в том числе. Знаешь, на кого похожи еще? Нет, не «Перфик Блю», «Мэморис». «Гроска про космонавта». Да-да-да, ну это его как раз. Семья у него. Да, «Магнитная роза», да. Вот когда он попадает, видит свою семью, это прямо очень похоже на дизайн персонажей. Да, короче, вот Сатосик он внезапно «Беги, Мэлос». Что еще было интересно в тот год? Короче, уже такой чувствуется, да, годик? Хороший был для аниме. Прямо вот. В прошлый раз, когда мы обозревали, я уже упоминал Казэну Тайрику, «Везеринг континента», «Ветреный лес сушеный континент», как у нас обычно переводят. 28 книг, 7 вбоквилов и только одна авашка. Оригинальный арт тут Митсуми и Наматы, а к аниме делал арт «Нобутеру Юки». Вот всегда, когда я вижу там какие-нибудь иллюстрации Митсуми и Наматы, мне кажется, что это, ну, что это и Намата, а потом я говорю, вот это же Намата, а мне говорят, ты что? Это какая-нибудь другая известная... «Нобутеру Юки»? Я поражен тем, что «Нобутеру Юки», между прочим, сейчас-то я смотрю этот самый «Андер Ниндзя» сериал идет, «Нобутеру Юки» там адаптировал персонажей манги. Для этого самого, для «Андер Ниндзя». Он очень много чего адаптирует, да. Масса эти, конечно. Он художник вот с тех пор еще фигачит, он хороший прям. Что еще в 92-м году вышло? В 92-м году вышел «Порк Россо», фильм про летчиков, после которого не страшно летать на самолетах. Его и делали для авиакомпаний, в общем-то. Да, это же делалось по заказу... Потому что обычно... Заказу «Джал» или по заказу «АНА». «Джал», наверное. «Джал». Дело в том, что как же там... Даже порой в фильмах, которые показаны на борту самолета, вырезают какие-то сцены с авиакатастрофами, реально. Ну, чтобы он начал бегать по салону. И вот этот фильм, прямо вот фильм про летчиков, там как-то все так сделано, что после него как-то совершенно не страшно летать. Вот такое ощущение полета в нем есть. Так что да, «Порк Россо» тоже 92-й год. Что еще было? Забытая абсолютно вещь. Сорокаминутная аварчика называется... Еще одна детективная. «Микки Неку Холмс на Юрей Джошу». «Трехцветная кошка Холмс и замок с привидениями» называется. По очень популярной серии детективных романов про незадачи лего детектива и его кошечку. Впрочем, по ним поставлено несколько дорам, кстати, было. А вашка только одна. Вот дорамы... Книжки вот так выглядят в нынешнем оформлении про этого детектива. Это, видимо, школьница, судя по... То есть это кошка, которая разгадывает детективные задачи. Дорам было много за разные годы. Они все по-разному выглядят. За разные годы. За разные годы. Да, вот современные вот так вот примерно выглядят. Трехцветную кошечку детектива. Вот она какая. Тоже забавно. Семь овашек вышло эпичнейшего гигантского робота. Гаент-робот. Немножко пересекается с нашим сегодняшним плутоном. Джаент-робот. Я все время путаюсь, как правильно говорить. Джаент-робот. Джаент-о-робот. Гигантский робот, короче. Я помню, как прихожу на нем, говорит, чуваки, к нам из Перми идут гигантские роботы. Да, это кассета отправил. Да, да. Звучало, конечно, крайне эпично. День, когда земля замерла у них под заголовок такой. Прям как в лучших домах. Ну, это тоже суперэпичная вещь про роботов, но совершенно не Тазуковская в некотором роде. Но как бы тоже знаковая и, в общем, оставшаяся в истории. Я сейчас присматриваю, что мне там. Да, все правильно. Это она еще. Прям лазер-диски такие шикарные. Да, вот смотришь на обложки лазер-дисков, они же огромные были. Они самые лучшие носители для обложки. Все время думаешь, что ах, как все это красиво было детально. А потом ты понимаешь, что на этом лазер-диске все записано в разрешении 320 на там какой-нибудь NTS. Не, что 40 на 4, 180, но он такой чуть-чуть мыльный всегда, потому что он с кассет делалось в Битакамовске, мастеров низкие на пленке, да. Были супер-лазер-диски, которые делали столько четко, но они были экспериментальные. Ладно, отвлеклись. Что еще было забавно, вот 92-й год все-таки. Люпен, третий телефильм из России с любовью, где он там охотится на царское золото, между прочим. Это там Распутин же. Вот же он, собственно, экране. И Горбачев, по-моему, появляется. Да, Распутин, там Распутин берет и Горбачева, по-моему, в нос вот так вот два пальца втыкает. Извините. Ну, короче, Люпен в своем репертуаре, да. Причем это телефильм отдельный был вот часовой, да. Из России с любовью так и называется. Нельзя не... Да, вот, это оттуда же как раз. Ну, все как обычно у Люпена. Нельзя не упомянуть, но не будем сильно останавливаться. Знаковые. Зацуаи 89. Отчаянная любовь 1198. Еще бронза потом была еще. Так, да-да, где у всех такие подбородки, которые можно порезаться просто. Да, это экранизация БЛ Манги. И прям тут видно уже все. И заодно еще одна такая же вещь, тоже не менее была культовая. Айна Кусаби. Безотносительно моего отношения ко всему. Эта вещь очень стильная. Обе все, наверное, на и просложенные отношения юношей, скажем так. Как-то романтическая, прям скажем. Милая вещь, но как бы ничего особенного, как девичья манга совершенно классная. А вашечка такие средненькие получилась. Что еще? Тогда же вышел Усио Эн Тора про магию драки. В 2015 году у него был ремейк. Усио Татора. Усио Татора. Про полнейшее Татора. Там то, что вот такой вот совершенно эпичный. Да. Татор. Тогда же вы, это все еще Усио Эн Тора, да, вот такой вот самый знаковый, наверное, кадрик, это вот так вот пилит. Ну, прикольная вещь. Многие, кто любит магию драки, наверное, хорошо зашло, но я как-то немножко не мой жанр. Что еще вышло? Легендарнейший 6, а ваш экстенчий лишний. До сих пор, кстати, выходят. На кранчероле выходит 6 серия, и мы сможем последний из 6, да. Там сейчас какой-то очередной Galaxy Police, там что-то такое. Ну, ты знаешь, я боюсь, смотри, что там происходит, потому что там происходит. Они куда-то совсем в бок вилло, в бок вилло, потому что галактической полиции это отдельный поджанр, и там Тенчи в Токио отдельный поджанр, и это все... Короче, они куда-то совсем далеко уехали от оригинала, просто куда-то... Ничего-ничего, люди работают. Люди работают, но, я не знаю, смотрят ли это кто-нибудь еще сейчас, да. Короче, Тенчи не нужен, был в свое время прямо вот культовый сериал, и все с ним связано, прям хорошо заходило. А сейчас как-то... Вот мы думаем, нужно нам сейчас. Гаремник, он, конечно, гаремник. Как диагноз. Не самый популярный нынче жанр все-таки, признаем. Что еще было из забытого из-за потери? Я вижу, что популярные вещи, то забытые, но интересные. Потому что была еще такая вот товарочка Stardust. Да, мы сразу говорим, что эти обзоры Алекса, они очень субъективные, это не то, что прям идеальный обзор вообще всего-всего. Это повод либо поспорить, либо пойти посмотреть, сказать, что зрите вы все, да. Дело в том, что звездная пыль, это оважка про то, что как решили накопившийся мусор вокруг планеты сбрасывать на Солнце, а мусор оказалось только, что вспышки на Солнце стали превращать Землю в пустыню. Ну, про космоэкологов таких. Ну, как планеты. Да, но тут важно что? Тут важно то, что поставил эту вещь и Чиро, и Тано. Человек, придумавший цирк Итану. Вот эти вот, когда самолет или кто там, ракетомет стреляет миллионом ракет сразу, они так вьются, уставляют такой балет в воздухе. Каждая по своей траектории летит, это вот называют цирком Итану. В макросе это очень заметно было. Вот эта фигурка по макросу с цирком Итану из ваты меня поразила в свое время. Да-да. Короче, это чуть ли не... Вот Итану сам, как режиссер, стоял мало что, но вот это его авторская вещь, получается. Да, он сам написал. Звездная пыль, оважечка. Надо посмотреть, лежит, но никак руки не добрались еще. Ну, если вот опять, вот есть вещи, которые остаются в памяти только потому, что вот Итановские вот эти... Вот эти кольца же тоже как-то называются, вот которые взрывы, вот эти кольцевые такие, тоже Итановские какие-то фишки. Да, это тоже его, по-моему. Да. Да, короче, вот прямо вот авторская получилась. Звездная пыль. Никто не помнит. Что у нас еще было? Первая экранизация боевой манги Ю Ю Хак все вышла. Отчет о буйстве духов, 112 серий. Сейчас на Нетфликсе как раз будет ее ремейк. Вот с актерами уже вот так вот будет выглядеть все это. Не знаю, что получится. Вот недавно анонсировали. Но вот в 92-м году это выглядело вот так. Что еще? Чудеснейшие овашки. Банно Бунко Неко Мусом. Универсальная современная девушка-кошка Нуку-нуку, как ее сейчас называют. Юдзи Марияма, режиссера проекта ОКО. Совершенно бешеная и смешная вещь. Не могу к ней плохо относиться, то есть вообще. Не казалось, что она позже выходила, а она-то оказывается. Она и позже, но и тогда тоже. То есть это были продолжения потом. Можно сказать, возрастная прямо девушка-то. Ну вот теперь уже да, сколько, 30 лет прошло, между прочим. 31 год. Обалдеть. Потом тогда же вышел магический, кламповский Вавилон с Токио. Токио Боберон. Который... То, что сейчас задалось с ремейком в 2021-м, где он сидел лежит на полке. Потому что это студия Гоу Хэнс. Она сама себе подложила свинью. Нарисовали дизайн. Здесь тоже, кстати, абсолютно дизайнерская, если присматривается вещь по одежде. Но тогда, по-моему, спокойнее к этому относились. Ну вот Вавилон с Токио. Единственная экранизация пока что тогда. Совершенно дальше еще и забытый D1 Девастатор. Отложил себе посмотреть. Потому что там у девушек совершенно эпические доспехи. Вот так выглядит. Чуть ли не по видеоигре, по-моему, сделано. Но я так гляну, она классно анимирована. Ее никто не помнит тоже. Диван Девастатор она должна называться. Ну, в общем, D1 Девастатор. Я посмотрел, как главный герой. Диван. Диван Девастатор. Диванные критики. Диван Девастатор. Конечно. Ладно. Я посмотрел, попытался найти персонажей. Вот это вот. Я там бы Рео, который слева пилот, ничего не нашел. Поискал девушку в середине в этом супермодном купальнике, которую зовут, как ее тут, Нами Хосино. Нашел исключительно актрису фильмов для взрослых. Конечно. Там даже в виде фигурок актрисы. То есть, а эту не нашел. То есть, бизар. Беда просто. Полная беда. Ну, а Вашка, как ни странно, очень хорошо сделана. Там видны такие дизайны, могучие. Прям хорошо. Никто не помнит. Все вылетело из головы у всех. Что еще вышло? Green Legend Run. Прекрасный, как у нас назывался. Другая Земля, по-моему. Да? С отличным дизайном Симитсу Ахаси. Такой необычный очень по стилю. Через два года, кстати, после него вышла еще же Final Fantasy, который япония называлась просто Final Fantasy. Легенда о кристаллах, да. У нас Легенда о кристаллах. С очень похожим дизайном. Это Ринторо уже, между прочим. Да, да. Это Ринторо и совершенно другие авторы. Но просто там два аниматора ведущих, которые работали когда-то на Green Legend Run, они работали... Ну, вообще, мальчишка из Green Legend Run, он похож на молодого... Как его звали? Это Ван, да? В эскафлоне мальчик. А, да. Он тут все-то его напоминает. Да. Что еще было тогда? Еще был не менее прекрасный даунлоуд на Муамида Бутху Айнуута. Вот, выезжаясь, если я не поленюсь, отдельное видео с верхнего угла картинки. Да, да. Прекрасно совершенно. У нас есть отдельный рассказ про него. Прям вот тоже вещь, которую невозможно найти в каталоге, потому что он называется даунлоуд. Да, да, да. И наше видео тоже невозможно найти на YouTube, потому что он... Он называется, они назвали аниме, скачать аниме. Да, да. И что у нас? Да, это обратно стена лазердиска, кстати, прекрасная совершенно. По-моему, в таком разрешении никто никогда больше этот фильм не видел. Как здесь. Ну, реально прям вот. То, что он, по-моему, до сих пор находится в каком-то ужасном состоянии, он никто ни заново не сканировал. Ну, новая легенда вышла в тот год. Сейлор Мун до сих пор всех качает право и влево. Вы доберетесь до выставки «История манги» с 3 ноября в Москве. Там есть зал по Сейлор Мун, да, отдельный. В Питере была даже сама Луна, в смысле не Сейлор Мун, а... Такая, как в качельке посидеть можно, пофотографировать специально для Нильзиограмма. Да, да. Конечно, кот уже прошел, да, когда мы его ловим, он уже миновал. Да, так что 46 серий только первого сезона, между прочим, было. А потом еще было всего. Ну, короче, уж... Я сейчас, называется, Алекс, рассказывать про Сейлор Мун. У меня половина зрителей, по-моему, с никами из Сейлор Мун. Что вы хотите? Еще что можно отметить в тот год был. Гладкая, загадочная абсолютно вещь. Называется, тоже невозможно найти нигде. Сиквенс называлась. Да, а про мальчика, которого посещает девочка из его будущего. Такая очень красивая, романтическая вещь, с такими характерными очень дизайнами. Тоже немножко Сейлор Муновскими, кстати. Хорошая, необычная, прям атмосферная, но тоже абсолютно незаслуженная, забытая совершенно напрочь. И все гадают, о чем же Лапшин сегодня будет рассказывать в полноценном обзоре, если... Что же я не... Что же я не упомянул во всем этом, да. Ну, там даже есть такой вот топ-20 опенингов в 92-й год и сборники всякие такие. В общем, секвенс, кстати, посмотрите, она прям хорошая, там тоже. Ну, такая очень дождливая, осенняя немножечко настроение. Субтитры сделал DimaTorzok